и снова всем привет мои дорогие друзья и подписчики с вами снова я да да не удивляйтесь не первый но и не последний московский видеоблогер и вы находитесь на канале московский обжор и сегодня уже на улице ребятушки вы не поверите мои хорошие 28 января 2019 год и несмотря ни на что я снова взял себя в руки причем двумя руками вот так вот оделся умылся собрался обувь все подпоясался как надо и с нетерпением отправился за покупочками а знаете куда мои хорошие правильно ваша и я уже только что приехал домой и сейчас хочу с вами поделиться своими покупочками которые я там только что в ашанечке совершил что же я сегодня купил ну конечно же ребятушки я сегодня купил а вот такой вот пакетик одну штучку вот такая вот маечка короче маечка вот кстати они совсем недавно в ашане на кассе были если мне память не изменяет по полтора рубля рубль 50 а вот сегодня я за него отдал за одну штуку знаете сколько ребятушки 1 рубль 80 копеечек вот 1 рубль 80 копеечек и вот эти вот денежки какая-то часть идет знаете кому а вот кому идет покупая а это пакет вы помогаете детям вот а в 2017 году компания ашан перечислила ой что-то там нет много миллиардов очень а благотворительный фонд поколения ашан вот а для для реализации программы оказания помощи детям и молодым людям а находящимся в трудной жизненной ситуации поэтому обязательно покупайте вот такие вот пакетики вот помогайте нашим детишкам несчастным вот и ни в чем не повинным вот такой вот пакетик я сегодня купил так вычеркиваем значит вычеркиваем так пакетик вычеркнули так и конечно как всегда по традиции я сегодня купил кстати мне надо было сегодня купить батоны с отрубями вот как правило я когда туда приезжаю их никогда не бывает но бывает очень редко всегда их разбирают а сегодня такой приезжаю гляжу и там лежат 3 с отрубями батона вот а белого обычного нарезного очень много и вот вы не поверите как будто меня специально они ждали но я думаю а вдруг они какие-нибудь несвежие а я взял посмотрел на срок годности они сегодняшние двадцать восьмое число и мне надо было правда четыре взять батончик а там только три штуки было но вот я их и забрал поэтому я сегодня взял три батона вот таких вот с отрубями три батона вот вот такие вот очень свежие вот как вы видите сегодняшнего три батона с отрубями и один батончик вот обычный 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 нарезной вот так сколько что стоит сейчас скажу так значит цена батон с отрубями каждый день 14 рублей штука я взял три штуки умножаем и получаем вот за эти три штуки я отдал а 42 рубля вот и один батон нарезной 13 рублей девяносто восемь копеечек ну грубо говоря к 14 рублей вот все с хлебушками разобрались там же в ашане естественно я сегодня купил укроп а укроп у них в лоточках укроп за килограмм цена выходит где-то 500 с чем-то рублей очень и очень дорого и укроп был развесной вот я его и взял цена за килограмм на развесной укроп составляет цена за килограмм 363 рубля ровно вот я сам себе заметил 170 граммов поэтому эти 170 граммов умножаем на цену за килограмм которая составляет 363 рубля и получая вот за такой вот большой вот пучок я отдал 61 рубль 71 копеечку вот на 61 рубль 71 копеечка сейчас я вам покажу какой хороший укропчик мои хорошие вот тем более в зимнее время нужно обязательно укропчик есть там очень много всяких витаминщика вот какой посмотрите ребят какая лепота но вот так что завидуйте посмотрите ой какой ароматный вы видите какой укроп какой тургор хороший вот конечно лучше своего нету деревенского но извините меня зимой вот такой вот укроп купить это не каждый сможет найти такой укроп вот всего лишь за 61 рубль 71 копеечку вот такого укропчик вот все с укропчиком разобрались да убираем его в пакетик пока как укропчик все с укропчиком разобрались вычеркивать там же в ашане естественно я сегодня купил вот такой вот массовый проект называется кремлевская кстати победитель товар года в 2017 году а в номинации вот таких вот спредов как бы победитель вот такой вот кремлевская вот я купил сегодня снова одну одну ванну одно корыто вот вот здесь четыреста пятьдесят граммов вот такое вот корыто так ясно да вот и цена вот за это корыто ваша не составляет 61 рубль 87 копеечек 61 рубль 87 копеечек так разобрались с аспрадиком убираем его так вычеркиваю что он нам больше и больше не мешался там же в ашане ребятушки я сегодня решил купить очень хороший подчеркиваю очень хороший престижный плавленый сыр это не реклама боже упаси вот совсем недавно была передача на канале твц называется естественный отбор ее ведущая тарку шинашвили и зинаида руденко и там участвовал плавленый сыр ахохланд президент виола сыра богатов и карат еще какой-то вот карат в черном списке сыра богатов тоже в черном списке виола сказали хороший ахохланд хороший вот президент хороший кстати президент выиграл и еще какой-то был сыр не помню вот президент короче выиграл и сыр участвовал без всяких этих ароматизаторов то есть не нужно покупать там с этим с ветчиной с грибами там с пряностями да это вкусно но но не полезно поэтому нужно покупать обычный классический просто сливочный вот и вот я сегодня купил очень хороший это не реклама престижный сыр называется президент вот одно само название уже говорит да о многом президент вот сливочный плавленый сыр больше больше нежности больше вкуса а вот такой вот сыр в ванной вот в корыте вот посмотрите очень дорогой дорогой очень дорогой перестижный самый кстати дорогой дороже чем виола даже сейчас я вам скажу сколько стоит но я не знаю дороже на или нет но дороже чем хохланд и лучше чем виола даже вот он выиграл все там проверили сказали все все в норме очень качественные сказали вот даже завидуете видеть какой я бомж я бы мог бы купить бы каждый день бы в 10 раз дешевле а я ведь какую дорогую купил перестижный сырок также завидуете молча о какой престижный вот вы только можете ля-ля-ля то поля так что ждите обжор будет скоро на этот вот сыр престижный 45 жирности кстати здесь вот 45 жирности очень много жаль конечно что карат в черном списке вот на этот год но может быть они когда-нибудь исправиться вот сыра богатов тоже плохой сказать к сожалению вот этот вот выигрывали тихо фонд выиграл а а ну не выигрывал а хорошие сказали виола хорошие вот вот видите какой да сырок и цена вот за такую корыто за такой лоток составляет здесь 400 граммов очень ребята дорого очень дорого вот за эту штуку я отдал знаете сколько 205 рублей 9 копеек вы представляете 205 рублей вот 205 рублей 9 копеек это очень дорого дорогой перестижный сыр килограмм стоит 500 с чем-то рублей вот вот такой вот я бомж даже завидуете вот такие вот вещи покупаю так что я могу даже вот такие вот вещи покупать вот так что не надо лишнего то тяпкать там же в ашане естественно я сегодня купил вот такую вот колбасу на пробу в первый раз я ее покупаю называется колбаса вареная докторская вот такая вот а от егорьевской фабрики егорьевская фабрика колбасно-гастрономическое имени каю афанасьева вот вот такая вот колбаска в вакууме находится вот в вакууме кому интересно вы можете поставить на паузу и почитать и почитать и почитать вот такая вот колбаска тоже довольно-таки дорогая сейчас скажу сколько стоит на ее доставать не буду вы видите да докторская гостовская вот колбаска и здесь вот написано продукт отменного вкуса и состав хороший на первом месте говядина на первом месте свинина на втором месте говядина и вот состав очень хороший короткий состав должна быть хорошая во всяком случае дороговатая колбаска ну как дороговато средняя цена есть дороже есть намного дешевле вот колбаска вот и цена вот за килограмм за такую колбаску докторская называется колбаса вареная гостовская вот фабрика егорьевская колбасно-гастрономическая имени каю афанасьева цена вот за килограмм за такую колбасу значит составляет вообще-то да дорого 380 рублей 81 копеечка 380 рублей 81 копеечка у меня здесь 943 грамма вот 943 грамма умножаем на 380 81 и получаем вот за этот батон я отдаю 359 рублей 10 копеек вот 359 рублей 10 копеечек ясно так с колбаской разобрались там же естественно в ашане я сегодня купил редьку но сегодня решил взять черную весовую цена за килограмм составляет 33 рубля вот такая вот редька черная вот решил такую взять сегодня выбрал хорошую жесткая тверда вот такая вот редька вот черная вот как много редь я понабрал вот редька черная так значит цена за килограмм еще раз повторюсь 33 рубля у меня здесь кило 204 грамма умножаем и получаем вот за эту красоту я отдал 39 рублей 73 копеечки ну грубо говоря 40 рублей вот такая вот редька так с редькой разобрались с черной вычеркиваю там же в ашане естественно я сегодня купил хлебцы ржаные в пачке 75 граммов вот такие вот от фирмы каждый день очень кстати вкусные и хорошие и полезные это не реклама нам они очень нравятся и вот мы стали их покупать они хорошо идут их можно вместо хлеба употреблять и медом намазывать даже майонезом можно намазывать горчицы но кто что любит хреном можно намазывать так можно кушать с чаем вот такие вот хлебцы вот я купил две пачки вот две пачки и цена за одну пачку составляет сейчас я вам скажу сколько ровно 10 рублей поэтому я за две пачки отдал ровно 20 рублей все я хотел сегодня в ашане купить морскую капусту престижную от фирмы доброфлот вот ни хрена нет уже которую неделю туда езжу все никак нет и нет пришлось взять вот такую вот вот такой вот салат взял сегодня из морской капусты море внутри называется дальневосточный вот тоже неплохой но доброфлот самый хороший там жидкости вообще минимально практически нет ну тут тоже не особо много сойдет он и стоит намного дешевле чем доброфлот вот и цена вот за такую банку значит составляет 24 рубля 24 копеечки вот я купил две штуки умножаем и получаем вот за эти две банки я отдал 48 рублей 48 копеечек вот 48 рублей 48 копеечек и там же в ашане естественно я сегодня купил очень хорошее мыло хозяйственное с глицерином вот хозяйственное мыло НИУ новинка 50% экономии концентрированное хозяйственное мыло а есть называется с глицерином вот что я хочу сказать очень хорошее мыло вот и цена вот за один кусочек да ребятушки в котором 150 граммов составляет ну 9 рублей 81 копеечка вот ну грубо говоря 10 рублей и поэтому я сегодня купил таких ребятушки целых 10 штук вот ну вот она пробила так вот одну штуку пробила 9,81 и потом она 9 штук умножила на 10 рублей 27 копеек ну там не поймешь там у них эти всякие округления короче вот за 9 кусков я отдал 92 рубля 43 копеечки и еще одну штуку она пробила за 9,81 вот короче в общей сложности я купил 10 таких кусков вот мыло вот 3 куска 4 вот 5 5 вот 6 7 8 9 и вот 10 штук вот я купил видите как много вот 10 кусков мыла теперь надолго нам хватит видите как много ребят целых 10 штук вот вы видите да вот целых 10 штук вот такое вот мыло я сегодня купил так с мылом разобрались ну все в принципе ну а на этом все и того я сегодня 28 января 2019 года потратил в гипермаркете Яшан итоговую сумму моих покупок которые составил окоплате опять очень много денежек потратил ровно 956 рублей 956 рублей наличными я дал ровно бумажку купюру 5000 рублей ровно 5000 а сдачу мне дали 4044 рубля 4044 рубля ну а на этом все не забывайте подписываться на мой канал все берегите себя и своих близких крепкого вам здоровья и не завидуйте мне вот и не судите ибо какую меру и судите такую вас будут на том свете судить все пока